МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Русскохозяйственная недостаточность разговора о состоянии дел в отрасли на площадке общественной палаты. Три дня на кино. Второй международный кинофестиваль открылся в Сухуме. По всем фронтам подведены итоги подготовки вооруженных сил Республики Абхазия за марта и поставлены задачи на апрель 2019 года. На расширенном заседании Минобороны страны, проходившем под руководством министра обороны генерала армии Мираба Кишмари, приняли участие его заместители, начальники управления отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и отдельных подразделений, а также военные комиссары городов и районов Абхазии. Илеонора Гелаян с подробностями. Товарищ министр оборудования, офицеры указанной категории. Для подведения итогов за марта в месяц количество 131 человека собрано. В ходе совещания под руководством генерала армии министра обороны Мираба Кишмари с докладами выступили руководители ряда управлений. Начальник разведывательного Баграт Дармава отчитался о военно-политической обстановке и оборонной деятельности Грузии. 1 апреля грузинский порт Поти посетили корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО. Эсмини Северцен, фрегат Илдырым, фрегат Дерски, фрегат Рос Реджир Фердинанд. Экипажи кораблей провели совместные учения с двумя кораблями береговой охраны Грузии Диаскурия Чемчири. 4 апреля корабли 2-й военно-морской группы НАТО покинули территориальные воды Грузии для участия в самых масштабных регионе многонациональных морских учениях НАТО «Морской щит-2019» Румынии, проводимых с 5 по 13 апреля. С 18 по 29 марта в Грузии под руководством Генерального штаба Силы обороны Грузии и Совместного центра тренировок и оценок ЖТЭК на уровне многонациональной бригады прошли командно-штабные учения НАТО «Грузия-2019». Вся работа управления боевой и морально-психологической подготовки ведомства было организовано на основании указаний главнокомандующего. Воинские части и отдельные подразделения вооруженных сил занимались в соответствии с планом и утвержденными занятиями, рассказал начальник управления. 5 марта под руководством начальника инженерной службы Министерства обороны на базе артиллерийской группы были проведены занятия с командирами взводов по инженерному обеспечению. 5-7 марта под руководством начальника медицинской службы проведены сборы с фельдшерами воинских частей. 11-12 марта осуществлен контроль и оказание помощи командиру комендантской роты в организации боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности. 11 марта под руководством командиром воинских частей проведены командирские занятия с командирами рот. 12 марта с сержантами воинских частей. Также 12 марта проведены сборы с заместителями командиров воинских частей по тылу. С 12 по 21 марта проведен полевой выход разведывательной роты командно-разведывательного центра. 13 марта под руководством начальника артиллерии проведена тренировка в работе на боевой технике в составе офицерских артиллерийских расчетов. 14 марта проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии с командирами артиллерийских подразделений. Информация о морально-психологическом состоянии личного состава собирается еженедельно, указал в своем докладе офицер одноименного управления Томас Чолария. Помимо этого идет работа над поддержанием правопорядка и воинской дисциплины. Количество военнослужащих, совершивших самовольную отлучку в воинских частях за март месяц, составляет 22 военнослужащих. Самовольное оставление части 15 военнослужащих. Прокурорское предостережение было вынесено двоим военнослужащим. Содержалось на гарнизонной губдахте за нарушение воинской дисциплины 20 военнослужащих. Информационно-воспитательная работа. Информирование проводится по вторникам занятия по общественной и государственной подготовке по четвергам. 4 марта были проведены памятные мероприятия во всех частях и подразделениях Министерства обороны Республики Абхазия, посвященные смерти первого президента Республики Абхазия и дню рождения второго президента Республики Абхазия. В авиационной группе проведена мобилизационная неделя. Командирские занятия, парковые дни с лучшей стороны проявил себя инженерно-технический состав. Выполнена проверка состояния и условия хранения вооружения и военной техники. Об этом и выявленных проблемах рассказал командир авиационной группы Леонид Тарба. Выявлено течь топлива, расходного бака самолета Л-39. Данный дефект своими силами устранить невозможно. Проводилось плановое техническое обслуживание авиационной техники, в ходе которой были установлены ранее отремонтированные тремера на двух самолетах Л-39. Проводилась наземная подготовка с летным и инженерно-техническим составом. Выполнено три летные смены, в ходе которой основные усилия были сосредоточены на восстановлении летного состава после длительного перерыва для подготовки авиационной группы к учениям. Так, в результате подготовки 20 марта армейская авиация отработала тренировку по высадке тактического воздушного десанта во взаимодействии с личным составом КРЦ из исходного района для десантирования ЦАБАЛ в район десантирования ЧАДАРА. Министр обороны Мираб Кишмаре распорядился о содействии в разрешении указанных проблем. За прошедший месяц мероприятия по боевой подготовке прошли согласно плану. Особое внимание уделялось личностному подходу каждому военнослужащему. 28 марта были проведены стрельбы. Выполняли упражнения стрельба с места по неподвижным целям днем, где солдаты и сержанты показали хорошие результаты. Состояние несения внутренней службы оцениваю на хорошо. Контроль со стороны офицеров по подготовке суточного наряда осуществляется постоянно. В основном все планы на следующий месяц были связаны с продолжением взятого изначально курса и активной подготовки к мероприятиям, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ. От охраны безопасности к охране здоровья. Обследованием всеобщей диспансеризации не завершается. Министерство здравоохранения Абхазии и специалисты ФМБА начали совместную работу. Базой для расположения техники проживания российских медиков стал пансионат «Эвкалиптовая роща» в селе Клендек Ачимчирского района. Сначала медицинский отряд ФМБА направляется в Галский район, на очереди город Кварчал и далее Ачимчиро. Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаки подчеркнул важность данного мероприятия в масштабах всей республики и призвал население к активности. Те пациенты, у которых будут выявлены те или иные проблемы со здоровьем и необходимость оказания высокотехнологичной медицинской помощи, она будет оказываться в федеральных клинических центрах ФМБА, в том числе и на основании полиса обязательного медицинского страхования. В Абхазию для работы прибыл мобильный госпиталь в составе 50 человек, укомплектованный всеми необходимыми мобильными диагностическими аппаратами. Это рентген, флюорограф, маммограф, передвижная поликлиника, ультразвуковое исследование, функциональное исследование. Есть все специалисты, необходимые для проведения диспансеризации как взрослого, так и детского населения. Работа будет проводиться без выходных с 5 по 28 апреля, затем будет перерыв на майские праздники. С 14 мая по 6 июня будет работать 2-я бригада. Рассказал о плане работы в рамках диспансеризации руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба. По его словам, граждане Абхазии, которым будет необходима дальнейшая помощь медиков, ее обязательно получат. По согласованию с Министерством здравоохранения Абхазии мы подготовили полностью план посещения всех районов, в том числе удаленных районов, чтобы посмотреть жителей и взрослых, и детей. При этом диспансеризация на этом не заканчивается. Специалисты, которые приехали работать, это высоко квалифицированные врачи и средний персонал. Будет проводиться отбор пациентов, как взрослых, так и детей, для продолжения лечения, если это требуется, в федеральных центрах Российской Федерации, для проведения в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Думаю, что, безусловно, эта работа будет иметь очень хороший эффект. Мы в агентствах проводим таких диспансеризаций в год в России, за пределами России, до 10 выездов в год. Продолжаем выпуск. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится. В день вашего рождения позвольте особо отметить вашу работу, связанную с укреплением сотрудничества Республики Абхазии и Российской Федерации. Искренне дорожим взаимопониманием и доверием, которые, благодаря вашему содействию, сложились между депутатами Народного собрания Парламента Республики Абхазии и членами Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Сельскохозяйственная недостаточность. На каком этапе находится процесс борьбы с коричневым мраморным клопом? Какова урожайность 2018 года? Насколько достаточно эффективны ресурсы Министерства сельского хозяйства Абхазии? Министр сельского хозяйства Амиран Кокали ответил на вопросы членов общественной палаты. Также на эти и другие темы высказались эксперты в этой области. Подробности в репортаже Марианы Котовой. 10 миллионов рублей планирует Министерство сельского хозяйства Абхазии потратить этой весной на механический сбор мраморного клопа. Мы обратились с письмом в кабинет Министерства Республики Абхазии о необходимости выделения денежных средств для механического сбора этого клопа. Мы попросили российскую сторону. У нас есть подписанный план мероприятий, где мы попросили с бюджета Российской Федерации плюс 3 миллиона рублей и 7 миллионов наших средств. То есть из бюджета Республики Абхазия. В прошлом году минсельхоз выкупал у населения мраморного клопа по цене 1000 рублей за килограмм. Более 4000 тонн этого вредителя собрали абхазские крестьяне. На втором этапе борьбы с паразитом применялись пестициды, которые выдавали землевладельцам для обработки участков. В этом году, по словам Какаалия, этого делать не будут. Мы привлекаем специалистов и просто так раздаваться до химиката населению мы запретили. У нас на территории Гальского района сегодня созданы 100 рабочих групп. В Горчевском районе 30 рабочих групп. С ними будут находиться специалисты. И все строго в соответствии с действующими законодательствами по тем правилам, которые сегодня существуют в мировой практике. Как рассказывает министр, люди просто не знают, как правильно использовать ядохимикаты и не осознают их опасности. Многие препараты, которые были розданы крестьянам, они просто не применили на практике, находятся на руках. Например, я лично в моем родовом селе на берегу речки нашел две емкости, поднял. Я даже не знал, что это такое, поднял домой. И поэтому это наши, в первую очередь, люди, природа, это наши туристы, которые приезжают. Эксперты считают, что основная проблема в организации борьбы с хохосвредителем – это несовершенство системы управления. Между Министерством сельского хозяйства и Управлениями сельского хозяйства при администрациях городов и районов нет прямой связи. Они работают автономно. Министерство сельского хозяйства, его полномочия заканчиваются, я сейчас адрес не знаю, на улице Лакоба, третий этаж. И то они контролируют 40% коридора. Вышли дальше, их полномочия заканчиваются. У них нет никаких структур, которым они могут поставить, которые напрямую подчиняются Министерству сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства, иногда мне кажется, что он выполняет роль фирмы-однодневки. Деньги поступили, он перечистил и дальше ситуация уже не контролируется Министерством сельского хозяйства, если даже она контролируется на уровне общественного контроля. По словам Кварча, ситуация с мраморным клопом ухудшается, несмотря на всестороннюю борьбу с ним. А причина в том, что применяются неверные меры его уничтожения и нарушаются все инструкции. Если мы хотим уничтожить мраморного клопа, лекарство эффективно работает с 6 утра до полседьмого, в течение часа-полутора часов. Все остальное, и работа, и лекарство идет впустую. Эффект 2%. Вот максимальный процент, 80% эффекта достигается именно в это время. В Абхазии нет ни культуры, ни системы, ни финансовых возможностей, чтобы грамотно использовать современные средства борьбы с вредителями, уверен Кварчи. У нас нет системы именно контроля, системы мониторинга. Представители этой компании ходят, они говорят, мы хотим посмотреть, как лечат, где лечат, подсказать, помочь, промониторить. Не можем это сделать. На борьбе с мраморным клопом беседа в общественной палате не закончилась. Министры с экспертами обсудили перспективы развития сельского хозяйства вообще. По словам экономиста Хатуншаты, по аграрная политика последних 25 лет нанесла сельскому хозяйству Абхазии гораздо больше вред, чем собственные вредители. И это просто какая-то закономерность. Все 25 лет из государственного бюджета выделяется меньше 1% от расходов государственного бюджета. Например, на 2019 действующий год выделено на развитие и восстановление сельского хозяйства всего 60 миллионов. Это при том, что у нас 100 сон. А вот на, допустим, содержание, скажем, государственного таможенного комитета 160 миллионов нашему государству обходится. Тот же парламент обходится 53 миллиона. Министр Амиран Кокалия поделился планами создательско-хозяйственную банковскую систему, при которой фермеры и крестьяне смогут получать кредиты с адекватной процентной ставкой на развитие своего хозяйства. Крестьянину надо дать возможность информировать его, считая, что необходимо создание специальной банковской системы, где крестьянин может получить льготное кредитование не более 5-7% годовых. Вот такую программу надо развивать. Мы этой программы не делаем. Но у нас есть эти задумки. Как выяснилось из беседы, сельское хозяйство в Абхазии находится в критическом состоянии. И для решения проблем необходимо не только финансы, но и реформирование системы управления, без эффективности которой даже при наличии денег невозможно наладить адекватную работу этой отрасли. Марьяна Котова, Эдуард Таракелян, Абаза-ТВ. Исторический момент. Два исторических документа, заявления о мерах по политическому регулированию грузино-абхазского конфликта и четырехсторонние соглашения о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц были подписаны 4 апреля 1994 года в Москве. В нашем архиве сохранилось интервью программе «Постфактум» личного представителя президента Абхазии на грузино-абхазских переговорах в 1992-2000 годах Анри Джергене. Он рассказал о предыстории создания и подписания этих документов. Во-первых, это главное, наверное, то, что наши герои-воины, они сумели отстоять и победить во много раз превосходящего противника. В первую очередь, они заставили с нами разговаривать на равных. Это главное. Ну и мы тоже не имели ни морального, ни какого другого права на бумаге за столом переговоров не суметь подтвердить. Можно было выиграть реальную войну, а потом допустить проиграть за столом переговоров. То есть здесь вот мы как-то сделали то, что от нас зависело. Ну, и когда я говорил, что мы, в общем-то, не дипломаты, конечно, мы не были дипломаты. Жизнь нас заставила. Как наши вот ребята научились очень быстро воевать, вот так мы тоже очень быстро приспособились. Мы ждем фото-выставка с этим названием, которая организована миссией Международного комитета Красного Креста будет проходить с 12 апреля по 3 мая в семи регионах Абхазии. Выставка посвящена лицам, пропавшим без вести, их семьям и иллюстрирует работу, проделанную комитетом для поддержки таких людей. Линда Тужба продолжит тему. Выставка под названием «Хазепшу» посвящена семьям, которые уже много лет ждут и надеются, ожидая ответа о местонахождении своих близких, пропавших без вести. Экспозиция, которая будет проходить в различных регионах Абхазии, призвана показать сложность работы, проделанную комитетом Красного Креста. Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев подчеркнул важность проведения мероприятия, которая позволит показать всю потребность достоверной информации о без вести пропавших. Чтобы облегчить эту боль. Естественно, мы ожидаем, что таким образом сможем как-то сделать более активное население Абхазии, которые имеют какую-то информацию о потенциальных местах захоронений, которые, может быть, даже раньше не знали, куда обратиться с этими вопросами. И как именно в процессе выставки мы рассчитываем на такое интерактивное участие. Международный комитет работает в более чем 85 странах. Одно из главных направлений наряду с гуманитарной помощью – это поиск пропавших без вести по всему миру, в том числе и в Абхазии. Работа в нашей республике началась с разгар Отечественной войны народа Абхазии. И вот уже 26 лет Международный комитет Красного Креста выполняет здесь свою священную миссию. За все эти годы нам удалось произвести большую гуманитарную работу с содействием властям Абхазии. Нам позволено было работать над большой программой по столовой по всей территории Абхазии, о которой, наверное, некоторые из вас помнят. Также нам удалось установить и потом передать властям Абхазии ортопедический реабилитационный центр в городе Гагра, который помогает жертв взрывов, связанных с мином и других взрывных опасных предметов. Мы также работали в обеспечении медицинских центров. У нас, можно сказать, была прудотворная, классическая здесь роль по поддержке населения по итогам боевых действий. В списках Международного комитета до сих пор значатся 127 жителей Абхазии, пропавших без вести. За последние шесть лет удалось идентифицировать и передать семьям останки 42-х человек. Как рассказывает Борис Казанба, это трудоемкий многоэтапный процесс. К сожалению, не все останки, которые были изгумированы в 2013 году с Паркославы, они были опознаны. Те два останка, которые были опознаны и переданы в последнюю субботу, это как раз-таки останки с вертолетов, которые были изгумированы в 2013 году. То есть, это говорит о том, что сам процесс по себе, он действительно трудоемкий, нелегкий. И вот по прошедствии стольких лет только сейчас семьи смогли получить ответ. Подобный поиск невозможен без непосредственного контакта с грузинской стороной. В этом направлении Международный комитет Красного Креста ведет следующую работу. С 2010 года в качестве нейтрального посредника Международный комитет Красного Креста под своей гидой организует двухсторонные встречи, которые позволяют общению между представителями Грузии и Абхазии по вопросу пропавшей без вести. В ходе этих важных встреч сторон обменивают информацию о возможных местонахождении захоронений и тоже о судьбе тех, которые пропали без вести. Были 12 подобных таких встреч, и они имеют ключевую роль с целью получения качественной, достоверной информации. Неравнодушные к теме пропавших без вести и владеющую какой-либо информацией о возможных местах захоронения всегда могут обратиться в Международный комитет Красного Креста. Три дня на кино. Второй международный кинофестиваль открылся в Сухуми. За три дня абхазский зритель сможет увидеть 30 лучших короткометражных картин, которые были отобраны из более чем трех тысяч заявок. Фестиваль организован Государственным комитетом Абхазии по молодежной политике при финансовой поддержке Московской абхазской диаспоры и компании «Вины и воды Абхазии». Информационными партнерами мероприятия выступили Абхазская гостерадиокомпания и информационное агентство «Спутник Абхазии». Отдельную благодарность организатора фестиваля выражают руководство Государственного русского театра драмы имени Фазилии Скандера, где уже второй год подряд проходит кинофестиваль. Слово Надежде Боровиковой. Второй год подряд Абхазия на несколько дней становится центром притяжения кинематографистов. Международный Сухумский кинофестиваль снова открывает свои двери. В этом году из более чем трех тысяч заявок участию в конкурсе были отобраны 30 картин. Подготовка к фестивалю проходила в атмосфере некой таинственности и до сих пор организаторы держат в секрете имена приглашенных российских звезд, перечень картин и даже состав жюри. Через несколько минут стартует церемония открытия второго Сухумского международного кинофестиваля, где очевидно многое прояснится. Прибытие гостей ждали около часа. И вот на красной дорожке появился Александр Яценко, двукратный лауреат премии НИКО за лучшую мужскую роль, в том числе за нашумевший в прошлом году фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Следом за ним режиссер Алексей Федорченко в компании коллег по цеху Нигины Сайфулаевой и Ирины Волковой и актриса Зоя Бербер, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Реальные пацаны». В Абхазию она приехала впервые. Знаете, очень мало связывает и мало слышала, но в последнее время все больше и больше. И это говорит о том, что страна начала набирать обороты и развивается. Это очень круто. Я впервые. Я до этого не была. Может быть, маленькая, но мне не рассказывали. Но я знаю название городов, я знаю приблизительную историю. К сожалению, что в стране было такое затишье, но на данный момент я вижу счастливые глаза, я вижу фестиваль, то, что происходит. И это хорошо. Ведущая вечера актриса Милана Ломия в образе кинематографа сопровождала гостей в увлекательном путешествии вглубь истории. Зрителям представили первый короткометражный фильм «Братьев Люмьер. Прибытие поезда» и редкие архивные кадры Абхазии начала 20 века. Ведущий Тимур Аршба в роли Абхазии отвечал за гостеприимство и развлечения. В жюри, помимо победителя прошлогоднего Сухумского фестиваля Ирины Волковой, режиссер и сценарист Нигина Сайфулаева и кинокритик из Голландии Майк Навс, председатель судейской коллегии, режиссер Алексей Федорченко. Буквально неделю назад его картина «Война Анны» получила гран-при кинофестиваля Ника. Я хочу сказать, что снимать короткометражное кино чрезвычайно сложно. Прежде чем снять свой первый короткометражный фильм, я снял четыре полнометража. Поэтому я с удовольствием принимаю приглашение на такие фестивали, фестивали короткометражного кино, потому что считаю, что по-настоящему удивиться и научиться чему-то можно только здесь, на таких фестивалях. С открытием кинофестиваля гостей поздравил его почетный председатель, абхазский режиссер Вячеслав Аблотия. Владимир Зонтария зачитал приветственный адрес президента Рауля Хаджимба. В течение следующих трех дней абхазский зритель увидит 30 короткометражных картин по 5 фильмов в одном блоке. После каждой сессии в фойе «Русдрама» зрители смогут задать вопросы создателям картин. Единственный полнометражный фильм фестиваля вне конкурса – это картина режиссера Артура Пенхасова «Новогодний ремонт». Дипломная работа выпускника высших курсов режиссуры впервые была показана на большом экране. Кино у нас про русскую женщину, но в ее лице про проблемы всех женщин, проблемы выбора женщины. Я вырос в многонациональном дворе в Дагестане, и мне всегда было интересно, как мужчины разных национальностей реагируют на одно и то же событие. И как начинается водяное перемирие между всеми мужчинами, наступает мир, когда выходит русская женщина. И только она может всех сплотить и успокоить. Главную роль в фильме Артура Пенхасова исполнила Зоя Бербер. Для нее этот показ тоже стал первым. До этого картину целиком актриса не видела. «С Артуром мы познакомились на пробах. Я пришла как артист к режиссеру. Это уже потом я узнала, что это его дипломная работа, что у него своя стоматологическая клиника, он главный врач. Вообще всю жизнь посвятил другому. Но я в момент проб увидела, насколько человек заряжен, и насколько ему интересно это все. И такая хорошая история. Она напоминает мне фильмы Эльдара Рязанова. Помните, такой есть сленг, немножко неправильный, рязанщина, но в хорошем смысле». В этом году на фестиваль привезли картины из 20 разных стран, включая Южную Корею, Косово, Иран, Францию и Грецию. Лидером по количеству представленных фильмов стала Россия. Шесть коротких метров российских режиссеров попали в шорт-лист. На конкурс также отобрали картину абхазского режиссера Джану Цурцумия «Гость», снятую по мотивам новелл «Михи Лакарба». Специальная комиссия под руководством программного директора фестиваля Алексея Камынина подбирала фильмы так, чтобы представить максимально богатую палитру культур, жанров и тем. «Фильмы хорошие, что хочу сказать. И приглашаю всех посетить эти показы, эти три дня, да, конкурсных. Замечательные фильмы, разножанровые, что очень важно. То есть скучать не придется. Я думаю, что фестиваль состоится. И есть уже какая-то определенная традиция. То есть в прошлом году это был первый фестиваль, в этом году второй. И мы надеемся, что цифры будут меняться, а качество, уровень будет только расти. И меняться только в лучшую сторону». По итогам просмотра зрители также будут оценивать фильмы. Самый популярный получит приз зрительских симпатий. По традиции жюри кинофестиваля отметит лучшую мужскую и женскую роль, лучший сценарий и работу оператора. Победитель кинофорума получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей. За второе место дадут 100 тысяч, за третьи 50. Пригласительные на кинопоказы распространяются бесплатно. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Весне дорогу в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Гидрометеорологическая служба Абхазии, 6 и 7 апреля в республике малооблачная погода. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 9, днем до плюс 22. А на этом все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова